Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии по традиции в это время, в четверг, Роман Шахов, Александра Хайрулина. И, конечно, по традиции наши гости. Друзья, мы вас приветствуем и с большим удовольствием сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени группы «Вопрос». Ребята, привет! Привет! Всем привет! Ну, представляешь сначала Олега, да, потому что Олег фронтмен, отец-основатель. Как тебе, кстати, больше нравится, Олег, чтобы тебя представляли? Ну, лидер, да, лидер, фронтмен. Фронтмен-основатель. Отлично, фронтмен-основатель. Прочее правильно, не промахнулось. Олег Жихарев, да, наши аплодисменты. А также Александр Аксенов. Саша, привет. Саша, привет. Добрый вечер. Слушайте, какие красивые, классные, офигенные футболки. Прям супер. Это еще пока не ваша линейка? Пока нет, пока нет. Мы задумываемся об этом. Закинем удочку еще. Хочу сразу быстренько рассказать вкратце историю моего личного знакомства с группой «Вопрос». Мне прислали клип на песню «Тайны». И смотрю, какие классные, красивые ребята. Они еще такие покрасились. Это я недавно узнала, что Кастанин. Недавно к этому клипу специально покрасились. И, в общем, очень много красок, жизни, света, солнца. Классная работа. Клип, я надеюсь, вы видели в нашем эфире. А может быть, где-то и там в интернете вам попался. А может быть, вы уже два года как ходите на концерты группы «Вопрос». В любом случае, я думаю, что вам будет интересно. У меня вопрос. Пожалуйста, Роман. Не пострадали ли музыкальные инструменты во время съемок? Не все. Некоторых инструментов музыкальных не было. Но те, которые были, пришлось очень долго очищать от всякой краски. Всевозможные, да. Потому что там клип достаточно такой красочный. Ну, если кто видел, кто не видел, расскажу. Закидывают там и краской, и дымом, и всем, чем только можно и нельзя. И все эти съемки, когда ты быстро подхватываешься с одной сценой с другой. И тебе надо быстро выкидывать гитару для одной сцены, брать ее для другой. Вы расскажите, сами придумали покрасить еще и волосы? Или кто-то убеждал, что, ребят, это будет круто? У нас была история выступления в Питере вместе с студией «Инкарнация», которая занимается как раз стилевыми такими покрасками волос, татуировками. И нам предложили в благодарность за это выступление с ними покрасить всем нам волосы, сделать какие-то стили. Но мы согласились, мы никогда этого не делали. И как-то это очень сильно понравилось и отражало суть нашей работы, в принципе, как музыкантов. Что мы очень хотим продвигать творчество в общем понимании в мир и вот это искусство. И как бы как отдельный вид искусства, это стилевое решение, когда человек тоже видит, как у тебя устроено вообще, как ты выглядишь и выстраивает твою внешность и покраску волос. Это очень подчеркивает, мне кажется. Ну этот клип и эта яркая внешность, они в общем делают такой очень позитивный, положительный посыл. Такой вау, ребята очень светлые, такой праздник, такая классная жиза. Значит ли это, что и все ваше творчество вот именно такими чувствами проникнуто или есть у вас что-то такое? У вас есть и трагедия. Тяжелая рок-н-ролльная драма. Да? А ты слышал? Ну. А сегодня мы услышим что-нибудь тяжелое. Сегодня будет мало хорошего. Мало хорошего сегодня? Мало доброго, мало доброго. Подождите, об этом я сразу предупреждал. Сегодня будет драма, ну хорошая, конечно, будет в целом, но драмы у нас не то, чтобы много. Мы в целом своим творчеством стараемся охватить какие-то разные эмоции. Эмоции какого-то самообмана безысходности, эмоции, которые ты испытываешь, когда у тебя какая-то эйфория возникает, когда ты что-то реализовал. Вот секундные эмоции мы пытаемся поймать и продумать, как они должны звучать и вот этим захватить полностью, посвятить песню. Собственно, тайна, на которой снимался клип, это более светлая история, совсем такая... Единственная, я так поняла, в вашем репертуаре. Не то, что нетипичная, но мы как бы не особо ставим себе рамок, и это такая самая, скажем так, светлая история. Какая будет сейчас нам необходимо переходить уже к музыке? Да, сейчас будет песня, которую, так как у нас сегодня акустический формат для нас впервые, да, и для нас... С дебютом. Да, спасибо. Слушайте, да. Для нас это будет немного... Ну это же хорошо, пригодится вам в любом случае. Конечно, конечно. И мы очень давно хотели, планировали, и первая песня будет как раз... Легче всего перекладывать лиричные песни, и первая песня будет одна из самых наших лиричных, она называется «Бестолковый». Ну давайте, группа «Вопрос». Сегодня я себя преодолею, Вот увидишь, куда ты смотришь, это всё не я, это прошло. За навес истории, Сторожить их не стоит, Настройся на меня. Я твой вальс, искривляя телами, управляюсь, как злой. Манипулятор барон, исполняя замешаешься, и волк тебя уносит на лоб, несловность не знает. Ты будешь танцевать вальс, в этом городе вальс, бестолковый, но свой. В виде сотен тот вальс, на твоём диске позвал, Утонуть в водопаде, смыслов уплывая, Ну а второй, Дай Жаль, ты не видела мои победы Не повезло тебе О, скольких я воодушевил Скольких затмил Не помнишь, да неважно, скоро Всё, как раньше станет Лишь только на меня Я твой вальс Искривляя телами Управляясь, как злой Манебулятор пауз Исполняя замешиваешься И он тебя уносит Дай слабости, знай Ты будешь танцевать вальс В этом городе вальс Бестолковый, но свой Среди сотен тот вальс Уплывая далай Условности знай Ты будешь танцевать вальс В этом городе вальс Бестолковый, но свой Среди сотен тот вальс На твоём диске позвал Утонуть надо По несмыслам Уплывая далай 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 Ну, сейчас просто всё Вальс же там Про вальс Посмотрели? Да, там про вальс Необычно что Сейчас всё чаще можно услышать Дэнс Свой сумасшедший Дэнс Там будешь танцевать Дэнс Это прям вальс С чём вопрос? С чём вопрос? Вы знаете, что такое вальс? Хороший вопрос Я танцевал в школе А, то есть это в общем Все мы через это проходили Вальс очень хорошо подходит конкретно этой истории Как бы именно какого-то самообмана Попытки убежать от каких-то проблем своих Говоря всем, что сегодня всё хорошо, но завтра всё изменится И как бы вальсируя вокруг вот этих всех своих трудностей и сложностей И пытаться всё время всем сказать, что Ну ладно, потом всё будет хорошо И самому себе главное Что потом всё будет хорошо А я сейчас Просто надо это пережить И жить всё время в этом ощущении Как бы для меня это вот вальс Первая ассоциация какая-то И по настроению Показал хорошо очень Да Я очень хочу, чтобы мы с вами Рассказали зрителям, слушателям Вашим поклонникам Которые уже есть И те, которые появятся после сегодняшнего эфира О том, что ждут же встречи Концерты красивые, большие, в полном составе 9 ноября Москва будет рукоплескать А где конкретно, в какой точке встречаемся? В клубе Алиби у нас будет концерт в 19.00 А в Питере 16-го, разумеется Куда же без северной столицы Ну это же уже не первые ваши концерты? Или первая как раз? Нет, это далеко не первые наши концерты Но у нас каждый концерт Мы пытаемся сделать его особенным И в преддверии записи альбома Как раз таки, над которым мы сейчас работаем Мы этот концерт проводим Мы будем играть на нем песни Которые мы сейчас готовим в альбом Но которые мы еще не записывали И даже не начали записывать То есть которые только на концерте Можно будет услышать Пока Которые можно будет услышать Только на концерте Скорее всего в этом виде Потому что в процессе работы над песнями Они, как правило, видоизменяются А могут даже кардинально измениться Да, поэтому Просто от названия до смысла Поэтому те, кто придут на этот концерт Смогут, скорее всего, услышать Эксклюзивное исполнение этих песен Которых больше уже может не быть По поводу дискографии Чьи слова? Чья музыка? Чья музыка? Давай начнем отсюда Олег, все твое Детище Все-все-все твои сочинения Абсолютно, да? От и до Тексты, да Я пишу музыку Идеи в основном какие-то Изначально Придумывал я И мы уже вместе Вот с Сашей С группой Пытаемся это сделать В рок В полноценном формате Ну и аранжировка тоже На ваших плечах? Или это уже отдельно Какая-то там команда Занимается? Очень сложно Всех охватить Потому что все-таки Это и В частности Работа музыкантов Звукорежиссеров Которые это пишут То есть как бы Все вносят свою лепту И менеджеров иногда И Мы сейчас Как раз К этой теме Мы снимаем сериал По поводу Работы над альбомом С Тем, чтобы Показать весь процесс Изнутри И не сделать из этого Какую-то интересную И показательную историю Сериал Это значит Так что Должна быть премьера уже Сегодня Она и будет Как раз таки да Сегодня как раз После этого эфира Будет премьера первой серии И вот в этом сериале Мы постараемся Объяснить вообще Как происходит создание музыки От какого-то Первого шага до До релиза Как она видоизменяется И ничего Где смотреть Куда подключаться Первый канал Второй Не знаю К сожалению нет Нам пока Контента не предоставили Да У нас пока Таких вот Платформ Не предусмотрено Но мы Выкладываемся на ютубе Мы выкладываемся В социальных сетях У себя Вконтакте И везде Так что ищите нас Будет вам счастье Олег скажи пожалуйста Сериал Первая серия сегодня Сколько Насколько настраиваться нам Что вы там нас снимали Насколько часов И серий Двадцать пятьдесят Сколько будет Ну мы стараемся делать Не совсем длинные серии Они Будут Примерно по двадцать минут И первая серия Она более вводная Мы как раз рассказываем Про какое-то начало Про то Что этот сериал С собой несет Какие вообще процессы Возникают у нас на пути И к сложности Вот что-то что первое Приходит в голову Это такое более введение И мы постараемся Вот каждые две недели Выпускать Новые серии Будет там Что-нибудь такое Не знаю Или жесткое Или наоборот Может что-нибудь очень-очень Такое смешное Ты же понимаешь Если просто тебе рассказать Ну вот мы сели ребят Вот мы пишем А вот здесь фа-диез Там будет Там будет момент Где мы принесли Одну Вот у нас скоро выйдет песня Как раз из альбома И мы принесли Одну из первых версий С первой вокальной партии Звукорежиссеру своему И там будет его реакция И он вас покрыл матом Ну Типа того Как минимум О, ему это очень не понравилось Какой, Саша Звукорежиссеры Не ругаются матом Это уже интересно В наше время без этого Мы раскрываем Мы Какие-то положительные стороны Для нас Отрицательные И где-то, да, там будут Интересные моменты В плане работы Где-то будут просто Забавные моменты Где мы Не сочетаемся А ты даже заинтриговали Сегодня презентация Хочется посмотреть, да На что мы сейчас послушаем Да Сейчас будет Песня Которая Выходила у нас Во втором нашем EP И Она называется Аритмия времени Я надеюсь, что это время Как раз у нас Пройдет без всяких Аритмий Поехали Группа Вопрос На не тлеющих страницах Чужих побед иллюстрация Даже в поисках амбиций Мне по душе имитация Какие лавры мне будут сниться Когда моя мотивация Это заставить их измениться Чтобы им просто понравиться Что хочешь Мне нужно взвесить За и против Там я не очень Но здесь мне серо Мне дано быть природой Как Я смогу всех убедить Если я себя не смог Время мы не выбрали Но Все это время У нас Все это время Но все это время У нас Покидаю за дверь И все это время И нас У нас Все это время Все это У нас У нас У нас Покидаю за дверь И надо ненавидеть эти стены Убегаем Скрывайся У нас Борви банальных формул счастья Призрачную сеть Дыши, сопротивляйся Напомни ей Ты не такой, как все Что хочешь, мне нужно взвесить Все за и против Там я не очень Но здесь мне серо Мне дано быть природой Как я смогу всех убедить Если я себя не смог Время мы не выбрали Но все это время у нас Все это время Но все это время у нас Покидай юзабель И все это время у нас Все это время Все это у нас Ненавидим эти стены Ненавидим эти ночи наугад Эти ночи наугад Эти ночи наугад Ненавидим эти стены Ненавидим эти ночи наугад Эти ночи наугад Ненавидим эти стены, ненавидим эти ночи наугад Эти ночи наугад у нас Всё это время, всё это время у нас Покинают забвенье и нас Всё это время, всё это у нас Покинают забвенье и нас Вопрос! Грубо! Всё это время украшает нашу программу По поводу альбомов, расскажите Значит, получается, два уже есть эпишки, да? Два альбома, расскажите Два мини-альбома есть, да, в студийном качестве, по крайней мере Два года, два альбома, концерты, фанаты И знаете что? Сплошь только положительные отзывы от мэтров, от китов, от гуру От величайших музыкантов современности Вот мне хочется спросить, как вам удалось, я не знаю, достучаться до них Или сами эти артисты великие атаковали ваши соцсети Ну, я имею в виду, например, Александр Эвскляр Алексей Кортнев, несчастный случай Владимир Шахрин Олег, расскажи, пожалуйста Есть мнение такое, что люди, когда становятся популярными Они начинают зазнаваться условно и перестают как-то следить за тем, что происходит Отвечать кому-то Но на самом деле, в основном, какие-то положительные отзывы мы получали просто Когда писали людям с целью показать свое творчество И спросить у них какое-то мнение свое А, ну то есть вы ссылочки какие-то, да, кидали на треки, там, не знаю, на видео В основном мы просто кидали в свой материал, говорили, ну как вам Зацени, вы сказали, да, Александру Эвскляру Скляр нам сказал, что он заценил Ему что-то понравилось, да Ну, какие-то, можешь процитировать хоть кого-то? Ну, примерно совсем так, хотя бы Какие-то советы, может быть, тельные Или это просто на отваление Ну да, ну нормально, ребят, удачи Ну да, подумайте, хорошо, если вам это надо, то давайте, все получится Или он сказал, вау, ты знаешь, вот правда, блин, ты как-то такой уродился в Люберцах Я помню, что нам говорили, по-моему, как раз с Кляр То, что ему нравится вот эта эмоциональная составляющая И не помню, кто он или нет Говорил как раз-таки в этом же сообщении Что вокал непонятен в плане текстовой составляющей где-то И непонятно, кто поет, мальчик или девочка Да, серьезно? Ну да, это не выглядит, как просто мы скидываем что-то И нам говорят, ну, нормально и хорошо Да, нормально, что-то Все по чесноку пишут, конечно Все хорошо поет девочка, очень классно пишут, да Мальчики и девочки, у нас маленькая пауза У меня, при сомнении, нет никаких Неужели находятся такие, которые думают, что это девочка? Саш, ну, кто его знает? Нет, потому что у девочек бывают такие голоса Что можно подумать, что это мальчик Но с детьми, кажется, очевидно, что молодой человек С ушами у всех по-разному У нас короткая пауза Есть время прочистить немножко Если вдруг запало где-то и продолжим Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Дамы и господа Мы продолжаем концертный зал И задаем вопросы группе «Вопросы» Ну, первое вопрос, конечно Почему группа «Вопрос»? Ну, конечно, вы уже отвечали на этот вопрос сто тысяч раз Ну, правда, но интересно Это как раз для того, чтобы себя спрашивали? Или вы ставите вопросы, на них отвечаете Сами, между собой? Мне нравится, что на этот вопрос существует много ответов И любой подходит Любой подходит, я могу выбирать, какой мне больше нравится сегодня В зависимости от настроения, погоды и так далее Сегодня мне больше нравится такой ответ В этом названии заложен смысл, опять же, нашей творческой составляющей Потому что само по себе, само слово «Вопрос» Оно подразумевает, что ты должен задуматься Что за вопрос, кому, о чем, зачем И эти вопросы, они очень важны, когда ты слушаешь музыку Кому это поется, зачем, что в это вложено И как на это ответить Поэтому вопрос Ну, вот, знаешь, мне кажется, что на сегодняшний день Это все чаще можно встретить Какие-то просто сочетания букв И цифр, и чисел, и так далее Все это, чтобы непременно было латиницей обозначено А вы вот так вот очистите даже просто Вопрос Ну, на самом деле Или можно квест как-то там привести Очень разные подходы Особенно у нас в стране Как бы одна из самых популярных групп — это кино И кино — очень простое слово Которое изначально с музыкой, ну, ассоциируется Но не с группой музыкальной Поэтому тут очень много разных подходов Многие люди советуют, наоборот, сделать что-то такое Помрачительное, запоминающееся, очень непонятное И чтобы просто индивидуально только ты владел этим словом Или сочетанием букв Ну, мне кажется, переусложнять что-то Вот для меня есть смысл в том, как мы это интерпретируем Почему мы так называемся и что мы делаем Я не хочу переусложнять ради чего-то еще Это все неестественно, неискренне Ну, это важно, когда комфортно Конечно, конечно И действительно, когда есть очень хорошая история У нас есть вопрос также к Александру Саш, готовься, мы его зададим Но сейчас песня И бедный человек должен думать сейчас во время песни Да как, ну, слушай, мы специально вот так вот, да Что у меня спросят эти ведущие Ну, давайте, правда, споем, да что мы услышим? Ну, чтобы Саша мог хорошо подумать Сейчас будет... На попроще партия должна быть у него сейчас Будет песня, которая... Одна из наших первых песен, она называется «Искусство» И сегодня мы в таком видео исполняем первый раз Потому что... Что-то прям мегапремьеры такие Ради акустического формата она была немного видоизменена И время экспериментов сегодня наступило Ну, классно же Поставь меня Твой шум лишний Я делаю искусство А ты портишь мой мотив За искренность Ты ждешь свой приезд Азартом и тревогой угостись Мне нашептали везде Нагло мы рискованном способе подмены Обвиняясь Вокруг своих будущих нелемок Запрещали то, что запрещать тебе не станешь Ты уверен, это будет успех И поверим мы тем, я же, чем ты оригиналь Не удивит нас, отравит нас И ты будешь оправдан устроен Тебе вечная лавра Разве не этого ты хотел? Приблизь себя своей награде Легко сказать Ты уверен, идти и своей фантазии Легко сказать Ты знаешь все Ты знаешь все Что хочешь взять от жизни Если взять для тебя Все равно, что сказать Из тысячи возможностей Усталился на черно-белый хвост Несите кисти и акварель Твори Вополнение ее свое И запроси Замри Прибой нам принесет рассказ Нагло мы рискованном способе подмены Обвиняясь Вокруг своих будущих нелемок Запрещая то, что запрещать тебе не станешь Ты уверен, это будет успех И поверь, мы тем ярче, чем ты оригинальный Винамиде, ты будешь оправданным строем Вечные лавры Разве не этого ты хотел? Приблизь себя своей награде Легко сказать Мы перелетим через грани моей фантазии Легко сказать Ты знаешь все Ты знаешь все Что хочешь взять от жизни Если взять Для тебя все равно Что сказать Что сказать Что сказать Что сказать Что сказать Группа вопрос Сказать надо Спасибо Ребята Здорово Ребята знают, что сказать И что спеть Убедитесь в этом И сегодня И 9 ноября В Москве на сольном концерте Где еще раз? В Алиби Да И в Петербурге 16-го Кстати И 2-го числа Будет какое-то мероприятие, да? 2-го числа У нас будет Фестиваль В Питере Благотворительный фестиваль На котором выступает Также группа Animal Jazz И мы туда вот Как-то попали Через конкурсную основу Через радио Да, заняв первое место Там Даже так Красавчики Очень внезапный Питерский концерт Классно, классно, классно Ну давайте, Роман Сформулируйте, пожалуйста Пока Александр думал, что мы про него забыли Да ничего подобного Саша, расскажи Как началось Твое сотрудничество В коллективе Как с Олегом Вы стали работать? Ну Начну с того Что мы живем в одном городе Так И мы периодически встречались Славный город Фрязино Фрязино Это наш город Фрязино Привет, Фрязино Фрязино, ну И мы часто пересекались в городе И я как бы наслышан был Что Олег делает Там Слушал какие-то песенки Это было еще до того Я поправлю, извини До того, в принципе Как мы начали Этим серьезно заниматься У нас была одна Демо-песня Которая ходила Немного по рукам В городе Вот И вот сейчас об этом речь Как Два года Два года назад Это происходило еще Так, это чья песня была? О, это была песня Еще одного из первых Наших составов Даже не уверен Что это можно Называть Группу вопрос Но То есть кто-то написал И все работали Мы уже сделали ее В группе вопрос Эта песня называется Наручники Но просто тогда Она была абсолютно другой Да, я ее случайно услышал И меня как бы зацепило Вот это пацаны дают В нашем Фрязино Такую музыку Ты во Фрязино учился В музыкальной школе Как ты был связан с музыкой? Нет, я в музыкальной школе Никогда не учился У меня старший брат Играл на гитаре И собственно Он является твоим учителем Да? Ну какие ты аккорды же показал Наверняка тоже тебе все-таки Он сам Нет? Просто пока его не было дома Ты короче в тихую И там использовал Его гитару брал Он мне показывал Какие-то песни Но когда я стал Слишком навязчив Типа покажи мне еще Покажи мне еще Он мне начал отправлять Гитару И гитару прятать Слушайте, ну это может быть Во Фрязино что-нибудь Из Високосного года Наверное, да? Да Високосный год Потому что оттуда же Команда-то легендарная Хорошо После этого Вы стали Как работать совместно? В какой период? Поняли, что надо Объединить усилия? Это произошло Очень случайно Очень стремительно У нас есть общая подруга Она нас Она позвонила Олегу Сказала Я нашла вам гитариста У них на тот момент Не было гитариста Вот И в этот же день Мы пришли Поиграли И все Вот Два года Я уже здесь И пошло А вы как-то Очень похожи Прям вот Правда Не внешне я даже беру сейчас А как-то вот По какой-то энергией Не знаю По поводу Я хочу узнать А кто ребят по профессии? Есть у них вообще образование? Это просто Да, так Я недавно получил диплом Я еще учусь в магистратуре Первая Бакалаврская степень Информатика Учислительная техника Ну И гитара Ты же просто Мега-мозг Слушай, но Ты будешь Поступать дальше? Как-то Скажем так По профессии Планируешь работать Или все-таки музыка? Я не знаю Если будет приносить Достаточно дохода То ты с головой Идешь лучше в музыку И выберешь Ее имена Естественно Да Саш, вопрос к тебе пришел От РЖД Подождите Нам нужно сначала еще узнать У Олега То же самое Я, к сожалению Или к счастью для себя Не доучился Нигде Кроме школы Ну школу-то закончил? Школу-то я закончил Девять классов? Нет, даже побольше Одиннадцать? Побольше? Вот И ушел в музыку с головой И сейчас Звукорежиссером На студии работаю Поэтому У меня все вокруг Связано Но если ты все равно Не видишь себя В другом деле Конечно Тогда только Только это Пожалуйста За РЖД Они же жут Вопрос от РЖД Александру Аксенову Как так получилось Что во время службы в армии Он ездил с автоматом Калашникова В электричке? Это не совсем Служба в армии У меня на этой фотографии А ты просто с автоматом Калашникова ездишь В электричках? Нет Это был макет Автомата Куда ты ехал В камуфляже С еще таким же Молодым человеком Военизированным В детстве Это мой лучший друг Ваня Привет Ваня Так Ваня привет Это был 7-8 класс Мы участвовали В военно-патриотических сборах Где-то А это был просто макет Нам хотелось Пофоткаться В электричке Как люди реагировали? Люди сидели С каменными лицами Как будто нас нет Не знаю Что они думали В этот момент Но нам было весело Вас можно понять Мне очень хочется послушать Ваше мнение По поводу жанра Вашего В котором вы работаете Который вы выбрали Который вам Естественно Надеюсь Нравится Это же рок Да Конечно Ну как-то вы пишете В пресс-релизе Что не просто рок С добавлением Чего-то Поп Рок Почему именно Этот жанр Выбран вами был? Для меня Этот жанр Он характеризуется Эмоциями Как раз Которые ты можешь затронуть И звучанием Мне очень нравится Гитарное звучание С детства Как-то Группы Которыми я проникался Это был Путь даже От Мадонны Наверное От какой-нибудь Аббы До горе С переходами на Горилла До Мьюз До всяких там Уже наших Муми-троллей И как-то я Пришел к этой музыке Для себя И характер Какой-то Очень близок Мне Я хочу передавать Эти эмоции Именно с таким характером С рок-характером И вся эта история С рэпом С кальян-рэпом С такой прям Попсой Хорошей Тебе Не привлекает Очень сложно Так Поставить рамки Определенные Но Очень По-разному Вот если меня спросите Как-то Хочу ли я Заниматься рэпом Я отвечу Что нет Но Мне нравятся Тем не менее Исполнители какие-то В этом жанре И я не думаю Что рано или поздно Может ёкнуть что-то И мы запишем Какую-нибудь Частично Рэповую вставку Или что-то такое Кто знает Кто знает Что нам в голову придет Но Вот основной Опять же костяк Это все-таки рок Потому что Потому что Это все из детства Изнутри И даже Вопросу выбора Себя Как бы В музыке тоже надо Выбрать себя И я считаю Мы себя в этом плане Тоже выбрали Ну а тот самый жанр И знаете Самые фестивали На сегодняшний день И даже те самые фамилии Которые Которые пока что Положительно отнеслись Там Мы сказали Да ребята Действительно Пишите Трудитесь Успехов вам Удачи И так далее Как вам кажется Они-то примут Вас туда Или они уже приняли Вас хорошо Я имею ввиду Такая рок-тусовка Я имею ввиду Таких же мэтров Ну с Animal Jazz Работают Ну подожди Как Может быть Ребят там Через черный ход Когда уже Animal Jazz Уйдет Или наоборот Как чтобы они Не пересекались Может быть Так это все происходит Мне кажется Чтобы влиться В тусовку Нужно Продолжительное время В ней Вообще побыть Ну заниматься музыкой Повыступать Мы сравнительно Недавно только Начали играть Поэтому Еще все впереди Я думаю Давайте тогда играть Время песни Что сейчас Сейчас будет Песня Которой нет нигде Кроме как На наших концертах Опять же Можете прийти 9 числа В Москве в Алиби Услышать ее в полноценном формате И сегодня Она частично Прозвучит Тоже в немного Видоизмененном виде Песня называется Интерстеллар Ух ты Выключи свет Он мешает Мне насладиться Из-за всей красотой И темноты Брось свое дело Невозможно Всю жизнь лишь освещать Безучастные миры Что им до нас Их огни показали Чего станет Лишь место под тобой Дай им понять Дай им видеть Как быстро Все утомет Под мрачной Ты вернулась со мной Ты вернулась со мной Ты вернулась со мной Ты вернулась со мной Я менялся в угоду И мы стал Звездной пылью И золой Пообещай Если кто-то Изменит свой финал Ты возьмешь Ты вернулась со мной 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 Группа Вопрос Страна ФМ Концертный зал Романтичный вопрос Скажи, а вот эту песню Можно назвать Сопливой бабской песней? Ну, нет Нет? Нет, в коем случае А что ты так называешь Сопливой бабскими песнями? Назвать конкретных исполнителей Можно И даже нужно Я сразу поясню Немножко Просто читала интервью с вами По-моему, Олег сказал Рассказывал историю про тебя Когда вы на посвят Филфак и МГУ приехали И где-то ты там С сопливыми бабскими песнями Переборщил Что даже самые сопливые Извиняюсь, девушки ушли Это не суть Что там было дальше А я всего и не знаю Заметь Я так только наслышана Сопливые, я не знаю Это какие-то утрированные песни Про любовь Я не знаю Но ты же их играл Ты же утомил всех девчонок Которые ушли Я думаю, что песни Они как бы Бывают ситуационные То есть они как бы Тогда надо было Эти поиграть Там не было вариантов Ну а какие эти? Ну скажи, что ты играл Зверей, по-моему Звери Федук Вот мы пришли к нему Федук Федук, да Подожди, а Федук Там был тоже с тобой? Не, его там не было Но он мне помогал Тем не менее Да что ты И девчонки прям Тусили, да Так хорошо Ну вот так вот работает музыка Так, Звери, Федук Ну интересный плейлист И кто-то еще Давай так Троечку прям составим Сопливых Бабских Пошлые моля Ну цой Кстати, цой Вот все любят цой Сопливые бабские песни Не, это не сопливые Может восьмиклассницы Почему нет, девочки? Не, не сопливые Но вот под ситуацию подходили А мы сейчас не сопливые Ну вот Пошлая моля Допустим Может быть сопливые Может быть Слишком Слишком Сладкие А что ты скажешь Тогда о музыке группы Вопрос Ну это Музыка настоящих мужчин Во, как Понятно Нет, на самом деле На самом деле Это все субъективно Как каждый человек Успоминает Ну понятно, конечно 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 Поэтому я у тебя спрашиваю Твое мнение Естественно Это эмоциональная история То есть Мы делимся Какими-то переживаниями Кому-то это может Показаться сопливым А кому-то Нет А кому-то жизой Кому-то жизой У нас Часто пишут в группу Что ваши песни Помогают жить Ну это Это значит уже Да, показатель того Что вы прям Четенько туда Молодцы Когда надо Бьете По поводу вокала Расскажи, пожалуйста Олег Ты занимался Занимаешься Либо это природный дар Как у тебя с этим? Я не учился Нигде этому Я просто Какое-то время Еще Когда начал заниматься Вот творчеством Более серьезно Очень Долго В течение Наверное Лет трех Очень долго Просто Просто орал А потом В поле выходил Да, как Тут есть даже тренинг такой Да, у нас У нас есть Во Фрязино поле Я шел туда Орать И спустя три года Я понял, что это Звучит плохо Пора Ты сказал Кстати, неплохо Я ору Пора Пора, да Пора это записать И Как-то самообразовывался Тем не менее 2019 год На дворе Все-таки Есть Какие-то обучения С распевками И Я Сам пытался Это постичь Потому что Мне очень интересно Было устройство Вокала Как это все Работает И Как-то вот Открывал для себя Сам Все время Ты сейчас работаешь Еще Продолжаешь Совершенствоваться Всегда есть к чему Стремиться И куда расти Поэтому я стараюсь Да, это дело Не забрасывать Поэтому Надеюсь Через еще пару Тройку лет Буду лучше звучать Гораздо, чем сейчас Ну это сто процентов Саш, а у тебя Как с вокалом? Что? Тоже обучение Через интернет? Ну Практически Какие-то советы Дает Олег Но В этом деле Дольше, чем я Находу Вот Но я Бэк-вокалист Как бы Ко мне требований Не так много Как к основному вокалу Поэтому Но у тебя видишь Репертуар шире Ты вон какие песни Знаешь Вон какие группы Которые только что Перечислял Что будет сейчас? Давайте, да Какой трек? Сейчас, наверное Мы отойдем Немножечко От нашей Лиричной Соплевой Мелодрамы Сыграем Экспериментально Но все-таки Полеживой трек Он называется Вне себя Погнали Поступали ли мы правильно Отчаях дьявола Задупыли, простили Оставили Как есть И так ли, дорога нам Наша вера в себя Наши чувства Под маской только Жду созданных лиц Узнать себя Это искусство Сказать Да-да-да Не смысл в миг Я бесконечно уверен Ты Ты успеешь лететь Забыть эмоции Сорваных лиц Как быстро ты хотел Забыть эмоции Сорваных лиц Забыть эмоции Сорваных лиц Забыть эмоции Поступали ли мы правильно Спасав свои роли В рамках чужого Для нас Без понимания Подтверяем себя Без возврата Забыть только Что созданных лиц Ты Нарубой Маской Не света Чувствую Что Пошу И Внутри Эй Дай мне Смысл в миг Я бесконечно Уверен Ты Ты Успеешь лететь Забыть эмоции Сорваных лиц Как быстро Ты Хотел Забыть эмоции Сорванных лиц Забыть эмоции Сорванных лиц Группа «Вопрос» Браво Маленькая пауза Можно? Можно Да Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов Друзья Группа «Вопрос» По-прежнему в гостях У телерадиоканала Страна ФМ У нас сегодня Олег Жихарев Александр Аксенов Но есть еще Участники коллектива Владислав Бендер И Павел Попов Где они Чем заняты сейчас? К сожалению Кто-то из них Сейчас работает Кто-то сейчас Из них В отъезде Очень хорошо Что работают Ребята Ну что Поэтому они не присутствуют здесь Но на концертах Конечно будут И 9 ноября в Москве И 16 в Питере В полном составе Абсолютно Надо сказать Что у ребят Работа идет Над полноформатным Наконец альбомом Что уже С эпишками Пора Завязывать Два года коллектива Пора уже Прид крупным формам Так сказать И релиз Первого сингла В декабре Мы ожидаем Это какая-то Новогодняя история Ближе к 31 декабря Нет Это история Совсем не новогодняя Это очень Экспериментальная Опять-таки история Для меня По крайней мере Но это Скажу кратко Это олицетворение К чему Придет Или пришел уже Поп-рок В какой-то степени Да Это все Как бы итог Всей жизни Поп-рока Сказал так коротко А как глобально Он не настолько Глобально эпичный Но это вот Знаете Как простая мысль Которая сказана Сложными словами Как бы Ну вот Оно так и есть То есть там все будет В тексте заложено Да И мы узнаем Такую Это у нас все время Полноценная история В этом плане И нельзя отрывать И текст от музыки Музыку от текста Поэтому вот Все в совокупности Должно именно Такой Ну скажем так Честно Небольшой этап Поп-опсения Жанра Охватить И почему И как это используется И к чему это вообще И как Как будто Этот жанр Как он себя изнутри Ощущает Вот в этом во всем Слушай Ну а как у жанра Есть будущее Есть большая перспектива Сейчас Во времена Когда Ну Больше рэпа Скажем так Что будет с рок-музыкой Если у вас есть Такие пророческие качества Расскажите нам Ну я бы не сказала Что больше рэпа Очень много и рока Просто рэпа больше Может быть на Каких-то вот станциях Звучит там Хорошо Забей Мы вас послушаем Сейчас есть тенденция Что даже рэп-исполнители Выступают в основном Живой музыкой Да Поэтому вполне возможно Что история Перевернется опять А как раз Я тоже недавно Смотрел выступление Локи Мина Живое И он выступает Как бы с полноценным Таким рок-звучанием С живой ударной Установкой С гитарами С перегрузами Со всеми такими делами Как бы хоть это и рэп Но при этом Это какая-то мутация Новая тоже Рок-форматный рэп Но мне кажется Это все Немного циклично Как бы сейчас Вот тоже возвращаются Такие И исполнители Как Кис-Кис Как Пошлая Моля Становятся популярными То есть это по сути Тот же панк-рок От которого все Когда-то ушло Просто в Россию Немножко с запозданием Какие-то вещи приходят Возможно Там мода В любом случае Она меняется И рэп Монетизирует сейчас Лучше всего Но это все Временная история Сколько еще Примерно Так прямо сказать На плаву будут Ну давай Год, два, пять Я ставлю Полтора-два года Слушай Ну мне немного Времени осталось Надо всем Успеть дарубить бабла Рэперам А потом Как-то дальше Потом неизвестно Как сложится Жизнь-то Мы не поговорили О клипах Расскажите Что нам ждать Из видеоряда Ну на данный момент Мы пытаемся Больше как-то Времени И усилий Отправить В студийную работу Именно С записью Нового альбома И в сериал Который мы будем Снимать Так что В видеоформате Скорее всего Будет Ближайшее время С Надеемся Регулярностью Две недели Начиная с сегодняшнего дня Выходить сериал По поводу записи Этого альбома Мы Очень Нам в принципе Нравится История с клипами И как-то Подчеркивать Визуальным Рядом Наши Песни Но это все История Очень Недешевая И как бы И студия И записи Тоже не дешевая история Но с другой стороны У вас и концертные видео есть Да У нас много концертных Экспрессивные Яркие Эмоциональные Мы стараемся Делать максимально Эмоциональные штуки На концертах Чтобы и люди Заряжали нас И мы людей И это все Выглядит Тоже очень кайфово Кто-то определил Вашу аудиторию Это от 14 До 20 Там Одного Двух Лет Ну а вы на своих выступлениях Все чаще Кого наблюдаете Как раз именно Людей Этого возраста Ну Или видите Даже Седых Там вот Не ну Будем честны Конечно Музыка нашего жанра И в целом Как бы На музыкальную группу На новую Прежде всего Реагирует Внешним Как бы Фактором Как это выглядит Кто это Соответственно Мы Если судить Внешне Это мальчиковая группа С гитарками С гитарками Сладких В кавычках Молодых мальчиков Поэтому Ну В футболочках С цветочками Да Но Что мы заметили На нас Как правило Ходят люди Да Они Пока Подрастающие люди Тем не менее В основном Девушки Но Люди очень творческие Которые постоянно Какие-то нам Изображения И Какие-то Пишут Благодарности Что мы Вдохновляем На свою Какую-то Творческую реализацию Это Это круто Правда Слушайте А если Например Вам объявить Конкурс Может быть Вы так Уже делаете На рисунки Потом Лучшие рисунки На футболке Вот так же Это хорошая идея Вот берите Я Я запомнил И на концертах Используйте Почему нет Запомнил А у нас У нас был Интерактивный концерт Один из Таких Первых Полноценных Концертов В Москве Последних Точнее И там Мы Ставили холст Рядом с сцены Где каждый Мог прийти И что хочет нарисовать Нам Он у нас до сих пор Хранится И там Очень много Интересных Штук Он весь Разрисован Разными Людьми Там Кто-то Оставлял Инстаграмы Свои Кто-то Нарисовал Гору Президентскую С нашими лицами Вместо президентов Там Очень много Забавных Штук Как часто Пишутся Песни Рождаются Создаются Есть Какое-то Такое Наблюдение Раз в месяц Или каждый день По песне У нас По-любому Там просто Откладывается В стопочку Ну Это очень По-разному И У меня для этого Есть пример Замечательный Что Мы работаем Над альбомом Сейчас Опять же И у нас Есть Понимание Какие песни Там будут Есть демо-версии Песен И Когда мы Переслушивали В очередной раз Есть какие-то Моменты Которые тебя Не устраивают И какие-то Песни Начинают Такие Аутсайди Становиться С аутсайдерами Возможно Мы их Переделаем Как-то И я Сидел Просто дома Наигрывал Какую-то Партию На гитаре И Оно Как будто Просто прилетело В рандомный момент Даже ничего Не происходило И Ты задумываешься На каким-то состоянием Или что-то тебя добивает Там Какая-то проблема Или наоборот Какая-то мелкая радость И как будто Последняя там Вишенка На какой-то горе Которая Заставляет ее Рухнуть тебе на голову И Ну Как-то Все это Прям Внезапно Выливается Иногда И даже не сказать Вот Как часто Это происходит Это очень Очень случайно Происходит Достаточно Происходит Судя по тому Что хорошо Складываются И пи-альбомы И полноценные У нас много Материала Поэтому да Ну отлично Это звучит Оптимистично Очень И еще один Момент Наверное Что дальше Какая такая история Которая прям Вам хочется Чтобы сбылась К чему вы стремитесь Не знаю Площадка концертная Что в итоге Стадионы Гастроли каждый день Разъезды По городам И странам Или как будет Так и будет Главное Чтобы слушали нас И любили И скачивали Наши треки В первую очередь Конечно повлиять Как-то на жизнь людей В лучшую сторону Вот как И если чем-то помочь Первичная история Вот Для меня Для меня тоже Вот Как раз такие О чем я говорил Про аудиторию Что когда мы Вдохновляем людей Это очень приятно И хочется Опять же Своим примером Как-то Воспитать Немножко Нестандартное отношение К музыке В том плане Что это какая-то Фоновая история Мы просто послушали Поверхностно Музыка Она очень много В себе эмоций Несет Их иногда Надо конечно Считывать Уметь правильно Правильно слушать Как-то понимать Это все комплексно Понимать Откуда берется Эта мелодия Откуда вот это Вот как раз Этим сериалом своим Мы хотим Тоже это немножечко Занавес Приоткрыть В этот мир И Мне бы хотелось Я для себя По крайней мере Главной целью Ставлю Это вот Повлиять на как можно Больше людей Этой идеей Что Ребята В музыке Столько клевых эмоций И пожалуйста Старайтесь себя А деньги Бабло Вторично Ну с учетом того Что мы этим занимаемся Сейчас И На протяжении Многих Ну не лет Но многого времени И это все Много Тратит ресурсов И Приносит Даже если какие-то ресурсы Все опять же Тратится в музыку У нас К сожалению В стране Сложно начать Музыкантом И Эта история Как бы Сложно представить Историю про деньги С начинающими Рок-музыкантами Я так у себя И по крайней мере У нас не представляю Нет Я не говорю про сейчас Конкретное время А о том Ну ты же думаешь Ты же мечтаешь Наверное представляешь себя Там лет через 10 Я думаю Всем хочется Ставить успешными В том что они делают И для меня История с богатством Деньгами И какой-то зоной комфорта Она больше заключается В том что У меня были Все необходимые мне ресурсы Для реализации Идеи Которые я вот хочу реализовать То есть Когда ты живешь Долгое время В мире Где тебе Не хватает Этих Ресурсов То для меня В этом богатство Главное Что ты Если захотел Что-то сделать У тебя на это Есть возможности Это богатство Пусть они будут Здорово Мама Лили и папа Вячеслав Вячеслав Вам привет Прям огромный Огромный Привет Вот такой у вас сын И группа вопрос Вот так Так ну что Мы собираемся на концерты 9 ноября Москва Ну приглашайте ребят С вами Да Всех москвичей Мы приглашаем 9 ноября В клуб Алиби В Москве И 16 ноября В Манхэттен Это суббота В Питере В Питере В клубе Манхэттен Ну и подписывайтесь На группу вопрос Где вас искать Там В социальных сетях Самый простой лайфхак Как нас искать Заходите в гугл Вбиваете группу вопрос И первая ссылка Это наши соцсети Вконтактике Легонько Спасибо Что под занавес Послушаем Под занавес Мы послушаем Ситуативный трек Который Называется Феерия И Спасибо что позвали И эти Эти эмоции Как раз у нас Все время вызывают Когда Дают возможность Поделиться своим Творчеством И с людьми Спасибо Пора нам всем признаться Устойчивый миг Не самый худший враг Зачем же тебе завтра Когда есть вчера Альтернативы Слитые Из серебра Нам всем не хватит места Но перестали Из наших бывших тел Мы завещали все Что ты только хотел Ты просто не готов был Познать свой предел Это феерия Невозможно себе Отказать в глубине Ощущения Все довольные Дарят свободу В одни нам успе Вау 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 Это феерия Закрасим эти стены Упремся в штыки С ноги зайдя в свой дом Закинемся моралью И долгом Легализуем принципы Но так ненадолго Их не заметит никто Их вроде бы не видно Но что-то горит Под душем и простим Быть может Это вспышка Стремления коварной выгнью моего отражения Это феерия Невозможно себя оказать в глубине ощущения Все довольные дарят свободу во мне на успех Вау, 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 это феерия Вау, 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 вау Это феерия Невозможно себя оказать в глубине ощущения Все довольные дарят свободу во мне на успех Это феерия Вау, 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 вау Вау, 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 вау Спасибо, до новых встреч Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Спасибо 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 Спасибо